Теперь вспомним немножко, что такое процесс роения. Это когда в семье накапливается критическая масса молодой безработной пчелы. И в этом случае эта пчела закладывает маточники, и семья начинает роиться. А что такое процесс тихой смены? Это в свою очередь очень похожая ситуация, только без накопления молодой пчелы, безработной ленивой пчелы. Тихая смена это, если правильно сказать, это разбалансирование соотношения между молодыми кормящими пчелами и количеством открытого расплода. Другими словами, в семье, мы знаем, есть около восьми рамок расплода. Половина это запечатанный расплод, вторая половина это открытый расплод разного возраста, начиная от яиц, заканчивая взрослыми личинками. Закрытый, понятное дело, кормить не надо, его надо только греть. А вот открытый расплод пчелы кормят, и кормят его пчелы-кормилицы. При этом соотношение пчел-кормилиц к открытому расплоду, оно не всегда идеальное. И бывают случаи, вот это соотношение нарушается. Если кормилиц меньше нужного количества, то и маточного молочка они тоже, понятное дело, выделяют меньше, и его начинает не хватать. И тогда личинки пчелиные получаются недокормленными. То есть получается из такого недокормленного расплода хиленькие пчелки, которые долго не живут. Мелкие, хиленькие, еле там лапки переставляют. В общем, недокормыши. С обратной стороны, если кормилиц много, то тогда и маточного молочка на одну личинку приходится много. И молодые пчелы рождаются перекормленными с большим ресурсом, потому что они же хорошо питались. Еще их называют роевые. Точно такие пчелы перекормленные рождаются перед зимовкой, потому что зимовать пчела должна с большим ресурсом. Так вот, зимние пчелы, они очень похожи на роевые. Это перекормленные пчелы. Ну вот, если по какой-то причине матка наша начинает откладывать яиц меньше, чем обычно, ну, может она там травмировалась, либо она уже постарела, либо что-то там случилось такое непонятное, то постепенно кормилец становится больше. То есть соотношение нарушается. Кормить есть кому, маточное молочко у них выделяется, а расплода на всех не хватает. И маточное молочко получается в избытке никому не нужное, потому что пчелиный открытый расплод столько сожрать не может. В этом случае кормилицы становятся безработными. И если бы их накопилось много, то было бы роевое состояние. Но в этом случае их мало для роя, то есть не хватает для того, чтобы сформировать рой. А рой мы знаем, это у нас обычно первый рой. Неплохой такой рой, это не меньше килограмма. Но тем не менее, вот эти пчелы-кормилицы безработные, они есть. И вот тут возникает ситуация тихой смены. Когда лишние кормилицы есть, а работы им нет. Но и большого количества безработных кормилиц для того, чтобы изроиться, тоже нет. Вот такая ситуация. Вроде есть, вроде и не хватает. Что в этом случае начинают делать вот эти безработные кормилицы, которых недостаточное количество, чтобы изроиться? Они начинают закладывать маточники тихой смены. А эти маточники тихой смены, по сути, это роевые маточники. То есть механизм один и тот же, только разные условия. И вот этих маточников тихой смены, их будет несколько штук. Ну, обычно в нашей породе это около трех штук. Может быть, немножко больше. Меньше бывает, но редко. Почему этих маточников мало? Потому что роевые банды не могут сформироваться, из-за недостаточного количества молодых пчел. А я в том видео, в котором рассказывал механизм роения, я говорил, что пчелки безработные, они телятся на банды. И чем больше этих банд, тем больше маточников. Потому что каждая банда, она начинает выращивать свой маточник. А так как пчел мало в семье при тихой смене, то маточников тоже получается мало. Потому что сколько банд сформировалось, столько и маточников. Пчел мало, мало количество банд. Мало количество банд, мало маточников. Вот вам и ответ на тот вопрос, почему маточников тихой смены мало, а роевых много. Потому что разное количество пчел. Это зависит от количества безработных пчел. Еще раз повторюсь, что тихая смена от роения отличается количеством молодых безработных пчел. При тихой смене их мало, при роевом состоянии их достаточно для того, чтобы роиться. Теперь вспоминаем о сигнальных маточниках, как я рассказывал в одном из видео. Сигнальные маточники появляются перед роением. Они появляются, некоторое время висят, их запечатают, потом пчелы их срезают и скорее всего через недельку начнется полноценное роение. Так вот сигнальные маточники, опять же повторюсь, по сути это и есть маточники тихой смены, потому что они сформированы при недостаточном количестве молодой безработной пчелы для роения. То есть это преждевременный старт. Уже некоторое количество молодой безработной пчелы было, они заложили маточку тихой смены, но поддержать их не было кому, потому что больше пчел для роения не хватало. И вот эти маточники, они сносятся. И как правило в стопроцентных случаях, когда у вас появился сигнальный маточник, то есть тихой смены, то вот эта тихая смена перерастет в роение без вариантов. Потому что происходит нарастание молодой пчелы из-за закрытого расплода, она лупится, возникает критическая масса, возникает роение. Теперь разбираемся в ситуации со слабыми семьями ранней весной. А такие семьи очень часто идут на тихую смену. Хотя, собственно, тихая смена для них это равноценная гибель. Это билет в один конец. И по сути они этого делать не должны. Но они это делают. Какой механизм в этом случае? Дело в том, что вот есть у вас слабенькая семья, и у вас весной холодно. И матка может отложить яиц гораздо больше, чем семья может обогреть. То есть практически матка яйца откладывает, но они вымерзают, потому что пчелки не могут их обогреть. Ранняя весна холодно. А пчелы-кормилицы есть, и молочко у них выделяется. И вот получается, что пчел-кормилиц у них много, а расплода мало. Но расплода мало не потому, что матка плохая, а потому что количество пчел маленькое, и они не могут его греть. Получается, что маточное молочко у пчел-кормилиц невостребованное, потому что они просто не могут обогреть расплод. Получаются лишние кормилицы. И вот эти лишние кормилицы начинают закладывать маточник тихой смены. И такая семейка слабенькая, которая обогреться не может, очень часто весной идет на тихую смену. Поэтому всегда говорю, не держите слабых семей. И даже если они перезимуют, то весной после облета могут разлететься к чертовой матери. А если они разлетятся, то могут пойти на тихую смену. В общем, там очень много рисков. Слабые семьи весной это проблема. Вот такая же ситуация может возникнуть, если пчелки ваши занесли много нектаров улей и залили ячейки нектаром. А пчеловод вовремя не откачал или вовремя не подставил суши. Опять же, что места под засев нету, матка тормозится, яйца она теряет, расплода открытого меньше, а пчелы кормилицы есть. А взяток не настолько сильный, чтобы пчелы переключились на взяток. И опять же, в этом случае, при незначительном взятке, но если все-таки пчелки, ну такой день выдался, и они принесли где-то в один день много нектара. А на следующий день засуха или что-то случилось, и растение перестало выделять нектар. Получается, места под засев нет, молодая пчела кормящая есть, и места под засев нет. И все, и что, и дисбаланс. И вот такая ситуация в наших краях, в моей местности, а у нас такого медового конвейера нет. Мы полностью зависим от того, что посеют фермеры и от погоды. И вот такое у нас в связи с засухами уже встречается все чаще и чаще. Когда пчелки в начале взятка заходят в тихую смену. Бывает. Значит, следующий вариант. Ситуация с повреждением матки. Значит, отрезать крыло, отрезать заднюю лапку. Это, конечно, жестоко и приводит к тому, что матка по причине ее увечья, то есть она инвалидом становится, снижает скорость яйцекладки. Ну, если заднюю лапку отрезать, то вы знаете, что когда матка откладывает яйца, она задними лапками цепляется за край ячейки. А так как лапки не хватает, то ей хвататься неудобно. Вследствие этого она много тратит времени на то, чтобы отложить яичко. И скорость яйцекладки матки снижается. Меньше скорость яйцекладки, меньше расплода. Меньше расплода возникает, что дисбаланс. И вот вам тихая смена. Поэтому, если матку повредить, то да, пчелы с большой вероятностью пойдут на тихую смену. Хотя, лично я не сторонник такого изуверства. Лично, по моему мнению, намного проще организовать такой перекос между открытым расплодом и кормящими пчелами. Очень просто сделать это. Надо просто забрать часть открытого расплода у семьи, либо подкинуть, наоборот, больше печатного расплода. То есть, увеличить количество молодой кормящей пчелы, которая родится из этого расплода. То есть, возникнет дисбаланс. Тут я вам, опять же, по собственному опыту скажу, что вот этот второй вариант, когда подкидывать расплод, он не очень эффективный. Потому что вы расплода им подкинули, молодая пчелка родилась, молодой пчелки стало больше. И матка тоже увеличивает скорость яйцекладки. То есть, она разгоняется, бегом все забрасывает яйцами и обеспечивает этих новых пчел работой. То есть, она ликвидирует этот дисбаланс. Да, кто вдруг не знал, матка в пчелиной семье на 100% своих возможностей никогда не используется. Это приведет тем, кто любит двухматочное содержание. На самом деле, если в семье для матки создать идеальные условия для яйцекладки, то результат будет не хуже, чем при двухматочном содержании. Одна матка справится. Матка на 100% никогда в улье не использована. Ну, это лично мой опыт, лично мои наблюдения. У кого какие другие наработки или мысли, то пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю. Поэтому, делаю вывод, спровоцировать семью на тихую смену не так уже и сложно. Опять же, я вам рассказываю про свой опыт. Вот удержать эту семью в тихой смене, чтобы они не сорвались в районе, это гораздо сложнее. А спровоцировать на закладывание тихосменного матышника, это проще простого. Теперь, что касается смены маток, по-тихому в результате старения. То, как опять же показывает моя практика, старую матку пчелы меняют аж на 5-6 год. Но по концу результат один. Старых маток так или иначе меняет на 100%. То есть, тихая смена будет в 100% случаев. Вот если вы матку не будете сами менять, то через 5-6 лет они ее в любом случае поменяют на тихосменную. Без вариантов. То есть, когда матка уже постарела и от старости не может нормально работать, пчелы ее меняют. И вот чаще всего такую матку можно найти перед ульем. Либо на земле, либо она сидит на травке. И чаще всего она живая. То есть, они ее не убивают. Они ее просто берут за шкабарки и выбрасывают из улья. Точно так, как они делают с трутнями. Живую матку выгоняют из улья. Вот такая вот тихая смена. Поэтому я понимаю, почему люди задают такой вопрос. Интересуются механизмом тихой смены матки. Потому что люди хотят получать маток тихой смены. Опять же, как я вам сказал. По своему опыту можете поэкспериментировать, убедиться, что я прав. Спровоцировать закладывание тихосменных маточников абсолютно не сложно. Как сделать, я вам сказал. Но дело в том, что там есть две проблемы. Когда вы спровоцировали их на тихую смену, очень часто они срываются в роение. То есть, так нарушается баланс. Тут надо так лавировать, как-то угадать. Чтобы у вас не было лишней пчелы, которая начнет роиться. И вот, когда я запускаю пчелок на тихую смену искусственным способом, вынуждаю их заниматься тихой сменой, очень часто они срываются в роение. Либо второй вариант перебивает какой-то взяток. То есть, начинается взяток, они маточник сносят и переключаются на медосбор. То есть, тут надо подгадать и с тем, чтобы не было большого взятка, а был только поддерживающий. Потому что, если абсолютно нет взятка, то и матка будет плохая. Надо обязательно, чтобы был поддерживающий взяток. И надо как-то так умудриться, чтобы они не сорвались в роение. Вот это у меня на 100% еще не получается. А вот завести семью на тихую смену, это я могу уже делать на 100%. Ну, почти на 100% и быть уверенным, что получу тот результат, который я хочу. Отобрал у них открытый расплод и они, скорее всего, пойдут на тихую смену. Но вот, довести тихую смену до конца, это еще у меня не такой высший пилотаж, но я над этим экспериментирую. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте смотреть за моими экспериментами, как будет получаться уже больше, чем в 50% случаев. Я вам расскажу технологию. Так, у нас сегодня такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишем комментарии для поддержки этого канала.